Здравствуйте, в студии Олег Хилл и вы смотрите дополнительный выпуск к основным новостям. Сегодня мы поговорим о шотландских газетах, а основной выпуск вы можете посмотреть по этой ссылочке. Надеюсь, что вы его смотрели. Итак, давайте перейдем к шотландской прессе. Что они пишут 28 марта 2023 года, когда был избран новый лидер шотландской национальной партии. Итак, шотландские газеты. Избрание Хумзы Юсуфа лидером ШНП, шотландской национальной партии, и, вероятно, первым министром, было названо газетой Daily Record историческим днем для Шотландии. Министр здравоохранения должен стать первым цветным человеком, первым мусульманином, первым человеком в возрасте 30 лет и первым сыном иммигрантов, который возглавит страну, отмечает эта газета. The National также описывает избрание Хумзы Юсуфа как историческое. В газете изображены его эмоциональные родители Музафар Юсуф и Шаасита Бхутта, поскольку их сын был объявлен победителем конкурса на пресс-конференции в Мюррейфилде в Эдинбурге. Ожидается, что Юсуф теперь будет избран первым министром на голосование в Холеруд сегодня днем. Победа господина Юсуфа последовала за ожесточенной борьбой между кандидатами от Шотландской национальной партии, пишет газета «Геральт». Политический редактор Том Гордон описывает этот результат как медленный прокол для партии, в отличие от потенциальной автокатастрофы в случае победы министра финансов Кейт Форбс. Он говорит, что такой исход был шоком для партийной иерархии. Госпожа Форбс едва не проиграла чуть более 2000 из 50 490 голосов. Господин Юсуф сказал, что после своего избрания он чувствует себя самым счастливым человеком в мире. Но газета «Скотман» предупреждает, что ему предстоит тяжелая битва за объединение разделенной партии. В газете говорится, что он будет первым министром при поддержке шотландских «зеленых», которые находятся в правительстве от Шотландской национальной партии. The Scottish Sun фокусируется на гонке на острие-ноже, как они написали между мистером Юсуфом и мисс Форбс. Министр здравоохранения победил всего с 52% голосов, когда голоса второго предпочтения от бывшего министра Эша Ригана, который был исключен после того, как занял третье место, были перераспределены. Мисс Форбс получила 48%. Как сообщает газета Daily Star of Scotland, господин Юсуф победил в напряженном соревновании в Мюррейфилде. Газета также описывает этот результат как первый исторический для Шотландии. Господин Юсуф, который в возрасте 37 лет станет самым молодым первым министром страны, пообещал посвятить каждую свою свободную минуту служению народу Шотландии, пишет шотландская версия газеты Metro. Шотландская газета Daily Mail раскритиковала нового лидера Шотландской национальной партии за то, что он сообщил журналистам, что после того, как его назначат первым министром, он немедленно будет настаивать на проведении референдума о независимости. Господин Юсуф сказал, что его правительство будет продолжать требовать от Вестминстера приказа по статье 30, для того, чтобы получить необходимые полномочия для проведения юридически обязывающего референдума. Шотландские консерваторы утверждают, что комментарии господина Юсуфа показывают, что шотландская национальная партия игнорирует реальные приоритеты шотландцев, для того, чтобы одержимость независимостью была в порядке, сообщает Scottish Daily Express. Господин Юсуф также настроен на конфликт с Вестминстером из-за реформ шотландского правительства в законах о гендерной идентификации. Об этом сообщает газета I. Господин Юсуф сказал, что может бросить вызов правительству Великобритании после того, как оно заблокировало закон в соответствии с так называемым приказом по статье 35. Газета Daily Telegraph предсказывает, что шотландское правительство на данный момент находится на курсе столкновения с Вестминстером, после того, как господин Юсуф пообещал перевести стремление независимости на пятую передачу. В газете также говорится, что соревнование за лидерство в шотландскую национальную партию обнажило огромные разогласия в партии. Как сообщает Times, предстоящий уход Николай Стерджин спровоцирует согласованную кампанию либористов по привлечению на свою сторону избирателей шотландской национальной партии. В газете говорится, что противники будут стремиться извлечь выгоду из непопулярности господина Юсуфа после того, как его поддержали в качестве первого выбора всего 34% членов шотландской национальной партии. Газета «Курьер» также приводит мнение господина Юсуфа о том, что он самый счастливый человек в мире после его небольшой, как написано, победы над госпожой Форбс. Да, 52% голосов – это небольшая победа. Как сообщает Edinburgh Evening News, господин Юсуф пообещал никаких пустых фраз или простых ответов, поскольку он стремится решить часть проблем, которые на данный момент стоят перед Шотландией. Газета «Глаусго Таймс» приводит обещание господина Юсуфа стать первым министром в сеть Шотландии. Как сообщает газета, участники кампании по борьбе с бедностью сказали Поллоку, что создание более справедливого общества должно быть его главным приоритетом. Наряду с выборами руководства шотландской национальной партии, Preston Journal публикует отчет об опасениях по поводу будущего энергетической отрасли Северного моря. Сочетание непредвиденных налогов, инфляции и политической неопределенности угрожает инвестициям в миллиарды фунтов, сообщает эта газета. Подростку предъявили обвинение в покушении на убийство после того, как 30-летний мужчина получил несколько ножевых ранений в обердине в субботу вечером. Об этом сообщает Evening Express. По сообщению Evening Telegraph, в шотландском парке дикой природы была усыплена стая волков. Животные были подвергнуты эвтаназии из-за осложнений во время операции на альфа-самце волка в ЖК стаи. По словам центра дикой природы Кемпердауна, его смерть вызвала тревожное и ненормальное поведение у четырех других волков, и это привело к тому, что их пришлось усыпить. К сегодняшним шотландским новостям, в принципе, можно добавить только, наверное, вот это видео. Мистер Макклрой! Вы говорите, вы чистокровный Макклрой, как и я. Это килд моего хозяина. И теперь я объявляю его замок и его земли своими. Расширенная версия этого видео будет в нашем телеграм-канале, а я напоминаю, что это дополнительный экстра-выпуск. Сегодняшняя пресса из Шотландии. Полный выпуск вы сможете увидеть по этой ссылочке, если на нее нажмете. Надеюсь, что этот выпуск вам понравился. Подпишитесь на канал и переключайтесь на основной выпуск новостей. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok